Добрый день, друзья! Постепенно пополняю плейлист Профессия моряка в статьях из интернета И сегодня речь пойдет О самой высокой должности на пароходе Которая называется капитан Но я немножко начну издалека С того момента, как я первый раз пошел на практику Ну, первая практика была вообще не очень Землесос Вспомню вторую практику Учебно-производственное судно меняю В те времена еще в Одесской вышке было где-то 4 УПСа Это я все к тому, что о капитанах Первый раз я видел капитана на этом судне Это был очень-очень приветливый капитан Ему было лет 60 И что было интересно Я сидел в кубрике, как называлось 8 человек нас там жило И проходили мы Босфор Ну, для меня это было что-то вообще Что-то с чем-то Первый раз как бы попал куда-то в инопланетный мир И с утра в 7 часов объявление Товарищи курсанты, просьба выйти на верхнюю палубу Мы проходим Босфор Это был этот капитан Потом каждый вечер он Пока мы занимались спортом или чем-то там Я не помню Ну, ходили по палубе Он выходил тоже на палубу В шортиках Такой был спортивный старичок, можно сказать И со всеми здоровался за руку Добрый вечер, добрый вечер Второй капитан уже был такой более советский Любил там поорать Но дело не в этом В те времена даже я помню Когда я был кадетом на этом же УПСе Про как бы субординацию Когда я попал в машинное отделение Первый, кого я увидел, это моторист Вот нам, мотористу давали двух кадетов Меня и моего товарища И он нами руководил Что-то мы там клапана открывали-закрывали Ничего я там сильно не научился Мыли с утра до вечера Механик это был уже такой полубог Второй механик это вообще Супер-пупер человек в машине А стармеха я вообще не видел За, по-моему, два месяца моей практики Я увидел один раз его в белых шортах В белой майке Он стоял на корме и ловил рыбу И потом, когда нас послали Главный двигатель был Зульцер Там еще не было выхлопных клапанов И были пустные и выхлопные Продувочные и выхлопные окна И наш человек послали в машинное отделение Где мы успешно их почистили Я тогда подумал, что Видимо не на тот факультет я поступил Надо было поступать на судоводителя У механиков, кстати, случаются такие вещи периодически В голове Но это раньше было И потом нас пригласили в каюту к стармеху Он дал нам Тоже пожал руки И дал по банке сгущенки И когда я пошел уже под флаг 32 года Первый капитан был грузин Там тоже с ним проблемы были На втором Это, смотрите, все морские истории Про всех рассказал Нормальный человек из Ильичевска И так я как бы болтыхался Пока до второго механика Честно признаться Капитанов я видел только на обеде И с ними сильно не контактировал Потом, когда уже стал стармехом Я уже начал контактировать с ними вплотную В основном они все были иностранцы Первый был пакистанец Там индусы, румыны Смотрите, тоже морские истории Как мы с румыном переходили Тихий океан И наши тоже были Но честно признаюсь Как бы по моему опыту Для меня лучше работать С иностранными капитанами Он и в каюту тебе стучится И позвонит И лишний раз не беспокоит У наших есть такое Как бы там Погорлопанить сильно Но это уже, я надеюсь, в прошлом Молодое поколение постепенно Идет на смену старому Поэтому обижайтесь, не обижайтесь Но это лично мое мнение Ну что ж, поехали к статье Длинное предисловие Называется Капитан дальнего плавания из Новороссийска Под названием Я, наверное, не был только в Монголии и Антарктиде Правда ли, что капитаны зарабатывают По миллиону рублей в месяц Как защищаться в море от пиратов И что делать, когда накатывает волна Четырехэтажный дом Об этой самых романтических профессий Рассказал капитан дальнего плавания Новороссийск является поистине морским городом Недаром здесь появился университет Воспитавших не одно поколение моряков Значительная часть мужского населения Является представителями этой романтичной специальности Каково находиться во время качки на судне И что нужно делать, если на тебя нападают пираты Капитан дальнего плавания Поделился рассказом о буднях моряка Новороссийск, выпускник НГМА имени Ушакова Морской академии, о которой я постоянно говорю Ребята, поступайте в морскую академию Все эти курсы матросов, мотористов До добра вас не доведут Связал свою жизнь с морем 20 лет назад За его плечами почти 10 лет капитанского стажа Обычно капитаном становится спустя 10 лет после окончания вуза Можно приступить к должности и в 30 лет Но только в том случае, если у человека достаточно знаний и авторитета Нужно быть в своей области профессионалом Когда на мостик поднимается лоцман У него не должно быть сомнений, кто перед ним Наш герой выбрал профессию моряка не случайно Я решил продолжить династию Мой отец сам стал капитаном в 30 лет Мне посчастливилось с ним пойти в мой самый первый рейс В качестве третьего штурмана Во второй раз мы были вместе на судне Когда я уже стал старшим помощником Я благодарен от суд за то, что он передал все свои знания Когда это было так важно Этап формирования меня как моряка И тогда, когда я реализовал себя как руководитель Сколько вы обычно находитесь в рейсе? Самый долгий рейс у меня длился 7 месяцев Это было начало 90-х Тогда ты не мог назначить себе срок меньше Сейчас времена изменились Теперь можно отправиться в рейс настолько, насколько тебе удобно Но в основном подписываются контракты на 3-4 месяца С тех пор, как я стал моряком Дома и на суше я провожу примерно одинаковое время Можно сказать, что в общей сложности в море я пробыл 10 лет Как получается уладить конфликты на судне? Ведь наверняка сложнее решать их в такой взомнутой обстановке Настоящий капитан не допустит разногласий в коллективе Он устранит их на начальном этапе Другое дело, когда один членов экипажа целенаправленно нарушает дисциплину Тут уже действует система выговоров Если человек не исправился после трех предупреждений То его списывают в судно со всеми вытекающими последствиями Далее компания должна решить, брать нарушителя на работу или нет Ранее Крюинги ввели черный список Но ныне все придерживается мнения, что человеку нужно дать второй шанс Когда он ходит из одной компании в другую В чем преимущества и минусы данной профессии? Преимущества этой работы прежде всего Хороший заработок, романтика ушла на второй план На свою зарплату я мог сделать так, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась Минус, пожалуй, в том, что ты находишься вдали от друзей и родных И это не заполняется никакими деньгами От чего зависит зарплата капитана? В каждой компании есть свои условия труда Поэтому можно говорить, что зависит в первую очередь от профессионализма И от уровня самой фирмы Наша компания на мировом рынке одна из ведущих компаний Это значит, что к морякам выдвигаются высокие требования Зарплаты тем самым соответствуют уровню специалиста При отборе кадетов мы также проверяем объем профессиональных знаний Которые можно получить во время учебы, а также владение английским языком Существует мнение, что у моряков после долгих лет работы отпадает желание путешествовать по странам Так как они уже были везде Правда ли это? Не знаю, я после каждого своего рейса езжу с семьей путешествовать Причем каждый раз выбираю новую страну В итоге я не был, наверное, лишь в Монголии и Антарктиде Как таковых нелюбимых стран у меня нет Есть государства, куда традиционно неохотно заходят моряки Это связано с определенными сложностями с властями Например, власти африканских стран славятся своими огромными поборами Попадали ли вы в сильный шторм? Каково находиться в этот момент на судне? Было дело, когда сломался главный двигатель посреди Бискайского залива в 2010 году В это же время разыгрался один стыбальный шторм Волны были размером четырехэтажный дом К слову, самый сильный шторм считается 12-ти бальный Наш бывалый 57-летний старший помощник не на шутку запаниковал Думал, что мы потонем Естественно, его настроение передалось всему экипажу Тут уже пришлось всех успокаивать, чтобы продолжить работу Механики справились с поломкой спустя 27 часов Дальше мы смогли дойти до ближайшего испанского порта Какие меры принимаются во время шторма? Все вещи с момента появления их на судне привязываются, прикручиваются и крепятся Это уже было на автоматизме Посуда хранится в специальных ящиках, которые сбоку закручиваются Чтобы они ни в коем случае не открылись Конечно, они обходятся без человеческого фактора Некоторые могут и забыть что-то закрутить Но в основном люди подходят к этому ответственно Тем более всегда оглашается предупреждение Чтобы все были готовы к шторму Во время непогоды особо не заснешь Но во время качки есть вариант все-таки отдохнуть В каждой каюде находится кровать и диван Они расположены по-разному И это не зря В случае, если качка кормовая, то можно лечь на диван Если же судно идет по волнам, то тут уже ложишься на кровать Если волнение настолько сильное, что невозможно лежать То стелишь матрас на пол Опираешься руками и ногами о предметы и пытаешься заснуть Говорят, что все моряки подвержены психическим расстройствам Зачастую их можно увидеть в рейтинге профессий, где больше всего сходят с ума Сталкивались ли вы на судне с такой проблемой, что старались предпринять? Тут главная обстановка внутри экипажа Нужно следить, чтобы человек не замыкался в себе, не чувствовал себя одиноким Это легко заметить в одном коллективе Лучше сделать так, чтобы он не сидел без дела Лучше пусть занимается каким-либо легким трудом Если же становится заметно, что у моряка неадекватное состояние То тогда остается посоветовать ему вернуться домой, чтобы не усугубить ситуацию При этом стараясь не пугать его А так, за 20 лет моей практики, таких прям серьезных случаев не было Члены экипажа идут в рейс без сопровождения врача Как они сами справляются с травмами и с непредвиденными ситуациями? Все моряки проходят медицинскую подготовку Плюс ко всему, на каждом судне есть медицинский справочник Второй штурман отвечает за аптечку В нее входят препараты и приборы Которые только могут пригодиться в случае, если медикаменты заканчиваются Штурман составляет заявку на заказ Также в особо сложных ситуациях мы звоним в итальянский медицинский центр Куда обращаются все суда мира за советом в области медицины Если судно находится близко к берегу То в экстренных случаях вызывается вертолет Но если уже болезнь настигла в открытом море То придется потерпеть до ближайшего порта Однажды я вызывал для штурмана воздушный транспорт У него были подозрения на камни в почках Мы тогда находились в районе Кюрасао В открытом море случилось так, что румынскому кадету попало окалина в глаз По телефону нам посоветовали использовать специальные капли Так лечили мы парня две недели, пока не пришли в Шри-Ланку Его там забрали в госпиталь Потом кадет связался с нами и рассказал, что зрение удалось сохранить История закончилась благополучно Также приходилось неделю прокалывать антибиотиками моряка У которого было подозрение на аппендицит Пока не пришли в ближайший порт Как проводят моряки свой досуг? Сейчас каждое судно оборудовано спортзалом с большим количеством тренажеров Если парень активно занимается спортом То даже в рейсе он может в полной мере продолжать тренировки Я специально делаю заказ на велосипеды, чтобы люди могли проехаться Когда мы находимся в порту Между собой моряки порой проводят целые чемпионаты по настольному теннису Когда судно стоит на якоре, то в такие моменты многие любят рыбачить Также у нас есть игровые приставки Но я не поддерживаю такой досуг, я за активный образ жизни Правда ли, что на судне многие моряки начинают активно выпивать? В нашей компании алкоголь полностью запрещен Если моряка заметят со спиртным, то жестокое наказание неизбежно Лет 10 назад был разрешен легкий алкоголь пива Но со временем и эту практику решили прекратить Мы, по сути, являемся единственной компанией с такими радикальными мерами Как сильно изменились условия работы за 20 лет? За 20 лет стало намного сложнее К специалисту теперь больше требований познания Необходима быстрая реакция, чтобы отреагировать на все изменения, происходящие каждую минуту Раньше на судно поступало по 3 сообщения в день Сейчас же ты обязан постоянно находиться в информационном потоке Также стоит учитывать, что вся документация и все сообщения пишутся на английском языке А весь экипаж состоит из иностранцев Поэтому моряк должен так владеть английским, чтобы суметь быстро принять решение Так что совет всем нашим курсантам Учите английский язык Ведь никто не будет ждать вас, пока вы достанете свой словарик, чтобы перевести письмо Зато с семьей сейчас стало удобнее общаться 20 лет назад была связь только по спутнику Сейчас же появились мессенджеры Скайп, Ватсап, Фейсбук и так далее Я на связи с родными практически всегда Бытует мнение, что многие жены моряков не хранят верность Согласны ли вы с этим мнением? Отвечу так Когда ты выбрал столь специфическую профессию Далее нужно грамотно выбрать супругу Я уверен, что морячка это тоже профессия Быть ею действительно большой труд И конечно не все могут выдержать его Во время рейса тяжело всем и морякам и их женам Однажды я был свидетелем, как обсуждали двое кадетов Что делать, если изменила жена Пока ты находился в море Один из парней сказал умную фразу Если изменила, значит это не твоя женщина С этим мнением я полностью согласен Как обстоят дела с питанием на судне? Конечно судно это не ресторан Но в итоге качество блюда могут зависеть от умения повара В 90-е годы было куда сложнее Особенно тогда, когда продукты были на исходе А заходы в порт не дают Но когда мы получали продукты Повар с лихвой компенсировал трудные дни Еда у нас довольно разнообразная В основном заказываются продукты с запасом Продовольственная проблема может возникнуть Наверное, только при заходе в какую-нибудь африканскую страну Блюда для рядового и офицерского состава отличаются Рядовые в основном являются жителями Азии Их привычная еда это рис и все, что с этим связано Конечно, они не станут постоянно есть привычные европейцу продукты При всем при этом повар всегда подстраивается под каждого члена экипажа В итоге на обед и ужин представлено по несколько блюд для каждого состава Сам я убедился, что самые лучшие повара все-таки из России Как проходят праздники на судне? Праздники у нас стараются проводить с душой Но даже в особенные дни алкоголь строго запрещен Накрывается стол, на который выделяются дополнительные финансы Без этого никуда На Новый год достается искусственная елка Которая всегда находится на судне и ждет своего часа Естественно, мы не можем поставить настоящее дерево по понятным причинам Откуда в море елки? Есть ли вариант навестить родственника моряка на судне? Моя супруга при каждой возможности заезжает ко мне, когда судно находится в российском порту В других странах, как Венесуэла и Индия, приезжают целыми семьями Они могут жить на судне неделями Среди русских семей такое поведение не распространено Без чего вы не пойдете в рейс? Как таковых вещей нет Нужно помнить, что это суровая работа, надо быть готовым ко всему Чтобы понять, что действительно необходимо в работе, обернитесь и посмотрите на Колумба Что он брал с собой в свое путешествие? Вы у него явно не увидели бы ноутбук или пуховую перину Сейчас молодые моряки действительно забывают, что они едут работать, а не отдыхать Сталкивались ли вы с пиратами? Бывало и такое Мы тогда работали в самых опасных плане пиратов в районах В Нигерии и в Сомалийских водах Но до захвата судна дело, благо, не доходило Когда заранее известно, что надо пройти в опасных местах Нанимается вооруженная охрана Также в дело идут защитные средства Например, колючая проволока Пираты боятся таких мер, поэтому они зачастую не пытаются приблизиться к судну Иной раз приходится включать систему оповещения И приводить в судно боевую готовность Конечно, отбиваться от пиратов страшно, но главное не падать духом Как вы читаете, женщины на судне к несчастью? Доводилось мне работать с девушками Год назад под моим руководством находились сразу шесть барышень из Венесуэлы Четверо из них штурманы Одна из них, к слову, и была тем штурманом, которому пришлось вызывать вертолет Еще две девушки являлись механиками Вначале я действительно испугался, ведь мне казалось, что работать с женщинами сплошная головная боль И что они не могут справиться со своими обязанностями В итоге я вспомнил фильм «Азори здесь тихие» Где старшина руководил пятью девушками Я старался брать пример с него Венесуэлки меня приятно удивили У них знаний оказалось в разы больше, чем у наших ребят Также они меня поразили своей дисциплинированностью Когда я говорил, что нужно быть на мостике через 15 минут Девчонки стояли на нем уже спустя 10 минут Российские моряки должны брать с них пример Что бы вы хотели пожелать курсантам и тем ребятам, которые еще не определились в профессии? Тем, кто еще выбирает свое будущее, желая быстрее определиться Моряк – это отличная специальность, возможность самореализоваться и стать финансово независимым Те, кто уже выбрал море, желаю иметь богатую теоретическую базу И что бы в их первом контракте попались хороший дедушка, он же старший механик И дядя, он же капитан Ведь именно от них зависит, чему вы научитесь после рейса и каким моряком станете С этим я полностью согласен Дай бог вам хорошего экипажа на первом контракте А не такой, как был у нашего Посмотрите, здесь появится подсказочка на видео Этому человеку попались не очень хорошие люди Ну что ж, как всегда, ссылочку на статью я оставлю в описании к видео Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok